всем привет с вами канал артмания и сегодня мы на моей кухне будем готовить ужин и одновременно с вами болтать наконец-то мне получилось поставить камеру как надо у меня тут небольшой такой срачовник немножечко это все лежит навалено честно не успеваю просто не успеваю только вчера уехала моя любимая посудомоечная машинка и теперь начинается все мыть руками руками мыть руками уже за целый месяц отвыкла мыть руками приходится учиться заново так сегодня с вами салатик будет из капусты салатик это свежая капусточка у нас из ленточки перчик здесь помидорка и помидор да помидорка из помидорка вернее с огуречком дима там грязно вот и также у нас еще там духовке запекаются такие вот на них будет отдельный обзор такие вот по ты так кстати не обращайте внимание я идет по-домашнему потому что у вас просто невыносимость жара 30 градусов мы просто изнываем у меня тут шортики такие домашние тоже очень просто жарко не уносимо буквально пару дней назад было 36 градусов и это было просто ужасно было жарко не уносимо жарко при том что у нас дома кондиционера нету кондиционера у нас дома нету есть только вентилятор и вот пока пошишься пока пошишься сяешь на кресло хорошо прохладенько раз пошла дальше невозможно было ужасно вот так ну ладно давайте будем с вами резать до этого я уже камеру ставила что теперь у тебя руки холодные ну да ты решил покрыть сручить холодную мамину ногу да я люблю этот нож ну кстати реже неплохо капуста любимая ты разве любишь капусту кстати забыла ее почистить чуть-чуть сверху наверно вот этот вот мы снимем листочек я сняла что-то такая малюточка осталась прям маленькая дима стал очень сильно избалованы по поводу посуды ему этот стакан не тот другой стакан не едут третий стакан не тот подавай ему новый стакан не знаю откуда он так сильно избавился не понятно так у нас такой ножичка то у меня старенький ножичек такой вот старенький ножичек он немножечко уже не очень такой посудомоечной машинки учет мне не получился мыть так честно говоря капусту уже очень давно не резала ничего не делал салат обычно мы не очень муж у меня не любит вообще капусту припу капусту вообще не любит ну как-то так кусочки такие тут еще огурчик вот такой мы такие вот огурцы покупаем ровненькие потому что их чистить удобно а я тоже ею это что? ею ну ешь если да ладно чем не вкусно пока у меня запихают же эти вот так мы с вами будем готовить салатик из капусты у нас будет и салатик с соленой помидорой ой господи не соленой а помидоркой огурчики ну я говорила уже да еще перчик зеленый ты кашу будешь есть еще? ну нет нет наверное на даче мы две недели отдыхали на даче и за это время Дима там очень плохо кушал и естественно за это время у него желудок уменьшился очень такой видимо стал маленький он очень быстро стал мне наедаться вот если что-то не так происходит то у него начинается рвота сразу если чуть-чуть переполнит то все то есть до этого он у меня ел прям вообще очень много так хорошо ел сейчас у нас теперь стало вот так вот и вот мы стараемся по чуть-чуть по чуть-чуть есть каждый раз там периодически чуть-чуть побольше где-то чуть-чуть поменьше да? да потому что из пяти было вот так ну да бывает у нас такое иногда есть то что тебе не дают есть то что тебе не дают то что тебе не дают вкусно и все вкусно и все вкусно 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 Ну нет, подожди, господи, Дима. Ты вот сейчас потрогал грязную помидору. Я еще даже помыть не успел. Кстати, когда у ребенка грязные руки, и мы просто не успеваем их помыть, я пользуюсь вот такая штучка. Но это чисто баночка, а мне налита водка. Мы просто нос брызгиваем давай. И он ее растирает. Еще когда Дима у нас болел вирусной инфекцией, мы так делали. Мы мыли руки, потом и тут я все промывала. Потом водкой тоже ручки, когда Димочка у меня болела. Это будет отдельный ролик. Я правда не знаю, когда он выйдет. Потому что нам в ближайшее время идти к монологу надо. И он скажет, что, как там с Димочкой. Еще мы анализы сходили, сдали. На днях недельник мы сдавали. Да? Да, я понял, что успеют. Вот как. Теперь мы так жмякаем. А, вот тут плохо видно. Пожмякаем. А затем бознякаем. Зачем? Ну, чтобы там сейчас сок выйдет. А может быть туда покрошим помидорку? Правда огурец я не знаю, как будет в этой. Нормально будет, как думаете, огурец там? Или не очень. Там полном сок уже вышел. А то я сейчас чувствую, я так и сок выжму. Еще чуть-чуть и будет сок уже вкусный. Вот. На Сеслу стоит вам новую мультиварку. Я купила новую недавно. У меня уже есть, как была мультиварка. У нее очень уже вся такая старая, грязная. Отлипается у нее. Куда ушел? Сядь! Сядь! То есть старая мультиварка, у нее панель получается наклейкой просто сверху. Эта наклейка уже отклеиваться начинает. А у этой сенсорной это очень удобно. Она, допустим, запачкалась. Губку с соосом взяли, намылили, намылили пеночкой. Потом раз, стерли тряпочкой и все. Мы только что поклубничали. Я сделала кефир. Кефир Дима не любит вообще пить особо. Просто я обливаю некрасиво как-то и все. Я люблю, когда у меня руки мокрые или грязные. Кефир Дима не очень любит и поэтому я делаю такими небольшими йогуртами. Добавила туда сахарку, поскольку у Димы намет аллергии еще немножечко есть. И ягодки вишни. У нас тут вишня. Вот она есть. Как темная такая. Прям черная вишня. Я люблю его. И таким, в принципе, он съел у нас наполник. Либо мацони. Вот я делаю. Кладу мацони творожок. Семена чия. Ну давай, давай. С этим позанимайся. Хотя прям заниматься нечего. Любит он с этими шкварками заниматься. Кстати, они очень классно. Когда вот тушишь овощи, вот их туда добавляешь. Прям с ними обалденно. Тарелочки. У нас, кстати, новые тарелочки. Так, чуть-чуть. Что тут осталось? Такие вот. В Фикс Прайсе их продавали. Прям вообще нам что-то очень понравились. Прям вообще просто обалденно. Из них-то вражок покушать. Ну, что-то, знаете, такое, как в блюдечке. Да? Вот что-то маленькое, чуть-чуть поесть. Такое, чтобы... Наверное, на диете, кстати, хорошо сидеть. С такими. Это тебе. Да? Да. Так. Делим пополам, что ли? Это тебе. Как мы с тобой сделаем? Пополам. Или мы с тобой огурец добавим? Это тебе знаешь есть. Или мы огурец добавим с тобой в капусту? Ну давай. Да. Капусту, может, надо на терке натереть. Не успела я только помыть еще свою терку в посудомоечной машинке. Потому что я помою практически все там. Много чего. Да. Ну такой салат, кстати, я впервые делаю. Такой я еще огурец, я еще не раз буду сыру пока на терку. Первый раз в жизни утру. Все когда-то бывает первый раз, да? Да. Да. Дадим. Не знаю, будет ли вкусно. Сейчас окрошечку. Мы для окрошки, кстати, купили квас на даче. Хотим сделать. Ну на этой неделе не получалось. У нас и суп на этой неделе. И каша была. Вот мы суп доедаем. Печеночный. Который нам сварила вот эту мультиварку. Много всего было. Не стали делать. Ой, какой он сочный. Обалденный. Долговато он только. Помидор тоже что на терке? Да. Нет, мы ее порежем сейчас. Она не будет, мне кажется, теряться. И привет. Это прям салат. Это вот огурца. Я люблю строить деревья из этих скулков. У кого ты там деревья строишь? Да. Из этих скулков. Еще, кстати, надо соус сделать. У нас есть сметанка. Я вот такие, кстати, сметанки покупаю в доме в деревне. Они всегда по акции. 20% здесь жирности. И они очень вкусные. Мне очень-очень прям безумно нравятся. Это мы из них делаем соусы. Сейчас мы его попозже чуть-чуть будем делать. Вместе с вами. У меня где-то на канале уже есть подобный рецепт, как мы делали. И с вами еще раз делаем. Ready? Да. Вот. Короче, так. У нас стоит жара. С одной стороны, я, конечно, очень люблю жару, если честно. Но сидеть дома, конечно, тяжело. Какая сладкая. Вроде магазинная. Вот. Почему мы сидим дома? Я сейчас разбираю все свои вещи. И разбираю хлам свой. И, честно, это очень тяжело. Это очень тяжело. Я думала, это будет легко. Хотела вместе с вами это делать. Но я безумно просто устаю. Первый день я разобрала 9. Представляете, 9 коробок. При том, что уже ремонт закончился, наверное, месяца 3, как минимум. Ну да, месяца 3, июнь, май, март, апрель, апрель. Ну да, где-то так. То есть приехала моя стенка. И я все до сих пор разбираю. Я так сильно первый день устала. Потом не подходила. Наверное, не разбирала. Дня 2, наверное, я отдыхала. Вчера я опять разбирала. Опять устала. Сегодня я уже отдыхала. Потому что завтра ехать на дачу. Я не хочу ехать с больной спиной. Я уже сегодня отдыхала. То есть это очень вообще сложно. И очень сложно. Как бы вещи хорошие все. Одежда у меня практически вся новая. Я даже нашла одежду с бирками. То есть не хочется просто взять и мешком отдать. Хочется мне именно сделать так, чтобы человек пришел и взял, допустим, ту коробку. Пофточку, которая ему действительно нужна. Не просто, допустим, собрать мешком. Положить черный нашел. Как обычно это делают. Пишут там размер 44-46. Там женская одежда. И просто лишь бы отдать. А ты покупаешь как мешка. Как, вернее, кота в мешке. Не знаешь, что там такое. Вроде должен быть белый кот, белоснежный. А домой вы приносите, а он в итоге серый. Да? То есть... Понятно, о чем я. И половину в итоге там просто выбросит на помойку. Скорее всего. Ну, сложно немножечко это дается. На днях приходила девочка с длинными большими ногтями где-то. Наверное, вот так вот в два сантиметра нарощенные. Они еще такие, знаете, как у кошки. Такие прям острые. Такие на кончике прям острые. Ну, блин, не знаю, как показать это. Вот. И забрала, конечно же, она довольно много. За одну шоколадку. Ну, в принципе, ладно. На днях вчера, что ли, или сегодня писала, что заберет все. Вчера я взяла, перефлотила просто все вещи, какие у меня есть, которые я хочу отдать сейчас. Ну, то есть, есть еще вещи, но я их еще просто не доставала. Думаю, я сейчас вот эту вот отдам. А те вещи, они сейчас лежат еще, кажется, на своих местах. Ну, пускай они пока лежат. Все постепенно, постепенно. Я думаю, мне сейчас самое главное отдать вот это. Там получилось у меня два мешка с одеждой полных. Один точно прям полный. И мешка три, наверное, где-то с какими-то вот вещами такими вот бытовыми. Ну, и ножи, конечно. Ну, типа такого вот. Которые уже мне просто не нужно. Вот. И если честно, это очень сложно от них избавляться. Их не так уж прям забирают хорошо. Первый раз я подала объявление. Мне прям написали много. Вчера вечером я подала. Зря, конечно, я сделала это вечером. Надо было это сделать сегодня. Я подала снова объявление. Ну, мне почти никто не написал. Там что-то придут две девочки. Заберут там где-то каждую по две вещи. А у меня их там... Это ужас! Сколько их там? Там кошмар. Я вчера выкладывала на кровать. И у меня получилось фотографии... Так, десять. Одиннадцать. Денадцать. Денадцать. Тринадцать. Четырнадцать фотографий. А ВКонтакте только в десять можно выложить. Так, еще перчиком с тобой забыли положить туда. В пакетик, кстати, сейчас сделала я распаковку. Вот такой вот пакетик, обзорчик был. Для магнита. Муж купил. Такие они прям сейчас большие. Есть дырочка, кстати, нормальный отрез. Потому что свекровь была, она оставила какие-то мешки странные. Они как-то прям совсем странно так выглядят. Вот он, смотрите. Как-то очень странно это все. Я не знаю, что это. Оторванные где-то откуда. И они почти... Самое интересное, да, они все такие. То есть их тут осталось чуть-чуть совсем. И они все вот такие вот. Я не знаю, что это за мешки такие странные. Подозрительные. Я уже взяла, потому что я не знаю, где мои мешки. Или они то ли закончились. Вроде помню, что было их много. И, наверное, они закончились. Ну, в принципе, такие они вот прям душеваты. Хотя, не знаю, может и нормальные. Как раз капуста влезет. С луками. Кожурками. Да, с кожурками. Еще яблочки. Деревья вон я складываю. А, ты деревья выкладываешь, да? А ты их посчитаешь? Ты считать умеешь? Один, два, три, четыре. Четыре? Да. Один, два, три, четыре, пять, четыре, семь. Один, два, три, четыре, семь? Да. Разве после четыре идет семь? Да. И даже, кстати, с ребенком позаниматься вообще некогда. Как? Некогда. Совсем. Быстрее, быстрее. Все. Стараюсь разобрать эти вещи. Скорее, скорее. И все. Они никак еще не заканчиваются. Лежат там в коридоре. Все. Весь коридор забит. Перешагиваешь. Люди приходят за ними. Говорят, вот что? Говорят, что же они говорят? А вы переезжаете или переехали? Говорят, нет. Говорят, после ремонта разбираю. Я-то думала, когда у нас начнется ремонт. То есть я возьму эти свои вещи. Буду их разбирать. Не спеша. Это я выкину. Это оставлю. Положу в коробочке. А на деле было вообще абсолютно по-другому. Позвонила мама. Сказала, я позвонила грузчикам. У нее грузчики знакомые. Позвонила грузчикам. Они придут послезавтра. Ну, это примерно. Сейчас уже не помню, как было. Послезавтра. Ну, окей. Я успею. Все. Давай потихоньку разгружать. Разгружать. И что-то они послезавтра должны были прийти часов в 9. Ну, я помню, что поздно уже. После работы они там в часов в 9 наверное где-то. И мама звонит. Они говорят, что через полчаса. А как? А у меня стояла как раз такая белая тумбочка. Наверное, помните? Два выдвижных шкафа были. И внизу открывалась полка. То есть такая большая полка и еще одна большая полка. Я просто остатки коробок, помню, ставила и просто вот так сгребала туда. Просто даже не смотрела, что там есть, что я кладу, что мне надо, что не надо. И так я разбирала, по-моему, вот эту комод и остатки шкафа. Помните, у меня стенка была большая. То есть я не успевала просто. Ну и так вот все получилось в итоге. Что просто пихала. Пихала насколько это было возможно. То есть просто не успеваешь. Надо было все-таки начать заранее все это разгребать. И в итоге теперь уже после ремонта все это разгребаешь, разгребаешь. Уже целую неделю наверное. Там сидишь, не живешь совсем. Вот так вот. Такая у нас после ремонтия. Не знаю, порой уже когда выкладываешь все эти вещи и про себя думаешь, блин, ну никто не пишет же вроде. Вещи мои, наверное, никому не нужны. Может быть мне проще просто. Есть еще группа отдам даром, там отдам бесплатно, как-то так она называется. Я уже просто думаю может быть просто туда выложить эти вещи и человек придет и просто заберет одним пакетом. Вернее один человек сразу придет и все заберет. Может быть действительно так будет попроще мне. Ну ладно, подожду. Как раз на носу выходные. Посмотрим. Что, масло будем добавлять сюда? Ну да. Масло у нас с селяночка. Нерафинированное. Когда-то, кстати, это масло было просто обалденно. Оно пахло невероятно. Каких-то, наверное, года два назад. Сейчас это обычное масло, конечно. Ни о чем абсолютно. Хотя, кстати, в магазине я видела золотая семечка, что ли. Масло сфотографировала его. Подумала, если кто-то у меня будет что-то забирать, то есть обмен на продукт, то я это масло скажу, чтобы купили. Да? Нет, не да. Не да? Ну что-то особо никто не пишет. Посмотрим. 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 Посмотрим, да? Нет. Посмотрим. Ой, сюда, наверное, что еще может быть? Кунжут положить. Что-то мне сюда кунжут хочется положить. А, вон там вообще не дать ничего. Вам видно только меня и Дима. Напишите, кстати, лайки. Ставьте лайки или вообще напишите, как вам такой формат изображения. Нравится или нет. Может камеру как-то по-другому поставить. Может цена слишком много вам бедна. Что заканчиваете? А, там уже. Оно там запихлось интересно? Нет. Чуть-чуть подобавим кунжутика. Кстати, кунжут в твороге смотрится очень офигенно. Надеюсь, что Диме этот завод понравится. Можно, кстати, еще яблоко сюда натереть. Посмотрим. Ладно, у нас яблочко есть чуть-чуть. Пускай не стоится. Так. И с вами мы будем готовить еще соус нашим купатам. Купата, по-моему, называется что-то другое. Ча-ча-вили, ча-ча-фули, ча-ча-мали. А ну мы, наверное, его весь и сделаем, да? Да, наверное, весь мы его и сделаем. Там где-то чуть меньше половины. Весь, наверное, закончил с тобой. У нас есть еще баночка. Такая же сметанки. Я их всегда покупаю по две штучки. На всякий случай. Чеснок и немножечко вот такой вот, ой господи, устал. Ноги не держат усталым. Такой вот сухой чеснок. Устал. Мы его, кстати, даже в хлеб добавляем, вообще аромат обалденный. Хлеб, плов. Плов мы готовили еще на той мультиварке. На этой еще не готовили пока. Сегодня мы хотели выйти на улицу, но в итоге что-то я так устала. За вчера. Капошиться, капошиться, убираться, убираться. Муж говорит, давай я тебе помогу. Я говорю, ты так поможешь? Ты сейчас что-нибудь так переложишь? Я говорю, я потом не найду. Ты так уберешься, офигенно. Я говорю, конечно, он будет чистый, но мне потом будет сложно найти. Потом я тебя буду спрашивать, а где вот это лежит? А ты мне будешь отвечать? Не знаю. То есть блин, не нафиг, лучше я сама. Раскладываешь просто все по тематикам. Чтобы реально было можно найти. Я нашла еще, вчера залазила, нашла много баночек разных. Ну там приедет девочка, заберет эти баночки. Которых я буду консервировать, я их оставила. Которые более-менее, которые мне нравятся. Которые не очень мне нравятся после чего-то я оставляла. Ага. Нравится хорошо. У тебя вообще тут буквы какие-то? О, буквы. Нет. То есть, которые мне нравятся, я оставила. Которые не очень. Еще можно укроп, кстати, сюда добавить, но у нас нет укропа. Что-то у нас на даче он очень плохо растет. Его сажаешь, сажаешь, сажаешь. Поливаешь, поливаешь, ухаживаешь, ухаживаешь. А в итоге пустят. И, конечно же, мы с вами добавляем вот этой специи чуть-чуть. Там сушеный чесночок, но она прям вообще обалденная. Ее можно сыпать на сухарики, вот я делала. Прям они сухие, там лежат в мешочке и пахнут чуть-чуть чесночком. Чуть-чуть мы ее возьмем. Он уже и так острый. Это он там прям на ложечке. Че ты там стоишь за зимой? Если я наступлю на тебя, будешь салатик? Давай. Садись кушать. Че ты стоишь там? Возьмешь, вот я. Вот давай, помогай маме. А то, Дима, все не так. Че ты мне дала такой стакан? Дала мне другой стакан? Нет, я из этого стакана пить не буду. А мама-то устает. Мне нравится, пошла мама. По-моему, другой стакан. Даю ему. Ой, не тот стакан. Давай мне другой. Сбалован он такой стал вообще. Прям ужас. Вроде не баловала ребенка. Старалась воспитывать по-разному. Ну да, там. Потому что не совсем строго быть. Но все равно. Тут помидорки. Не знаю, вкусно ли это получилось. Пусть не она. Пусть не она. Пусть не она. Пусть не она. Попробуй. Че можете с этой зеленым луком? Что-то у меня засиняет. Ох ты, какой это. Я буду луками есть. Вилкой. Ммм. Слушайте, а вкусно. Правда недосоленое чуть-чуть. Чуть-чуть недосоленое, но вкусно. Ммм, классно, слушайте. Прям вместе с огурчиком. Помидорочкой. Прям вообще обалденно. Нормально все соленое? Да. Просто мы оставим ключ на руках. Ну че, и будем кушать? Да. А на нас все пускают смотрят? У меня это видно там. Только тебя будет видеть. Надо было покупать большую квартиру. Я сегодня, кстати, смотрела квартира. Ну, мне нужно было там узнать кое-что. Я смотрела квартиры. У нас они в Самаре стоят вообще просто кошмар. Очень-очень дорого. Слава Богу мы успели. Успели сюда переехать. Иначе бы сейчас мы не смогли бы уже переехать. Мы бы там жили в нашем небольшом захолустье. То есть довольно сложновато. Кто сейчас, допустим, собирается переезжать, это очень сложно. И довольно так быстро они подражают. Так, все, пускай это настаивается. Так, че у нас там? Мы с тобой выбрасываем. Нет. Нет? Как нет? Нет. Пусть мне кушать. Пусть. Ну, 40 минут, наверное. Должен я не все-таки. Мне прям они это напоминают, когда надеваешь перчатки обе. Такая прям сила появляется в руках. Как боксерские перчатки. Я вам мужу, кстати, заказывал на день рождения боксерские перчатки в этом году. Он мне деньгами отдал. Ну и зачем они тебе? Я говорю, ну как зачем? Ты же знаешь зачем? Дима тоже будет, да, Димаша? Да. Кого? А что ты согласился сначала? Сначала согласился, главное. Дима тоже будет? Да. Кого? А вдруг я тебе какашку предложу. Так что рано было? Такие вот они получились, смотрите. Рано. Ах, я забыла на камеру записать. Какое? Ну ладно, поедим, потом запишу. А там, кстати, самолет летит. Иди встать. Это, кстати, бывает у самолета такое, надеюсь. Наверное, вам должно быть слышно, потому что один раз я монтировала ролик, и там было слышно все, что происходит на улице. У меня было открыто окно, и это было ужасно. Да нет, его не видно. А вот тут вот звук самолета, вот такой совсем другой звук. Сейчас вот чаще стала слышать, а вот предыдущие года, несколько лет, 5-6 предыдущих, я вообще не слышала. Очень-очень-очень редко. То ли потому, что он низко летит, то ли это какой-то, мне кажется, скорее всего это самолет какой-то другой. Я когда была маленькая, мы жили в Балхаше. У меня папа военнослужащий. И там постоянно такие самолеты летали. И поэтому это каждый раз, как только я его слышу, я сразу вспоминаю. О жесткие какие. Сразу вспоминаю Балхаш. Там конечно была жара под 40 градусов зимой. Ой господи, летом. Зимой было солнышком. Круглый год прям было солнышком. А, подождите. Ну да. Я помню снег и солнце. Я помню как папа меня вез на рыбалку. Он шел и он вез меня на санках. И было прям голубое небо. Прям вот такое голубое небо. Яркое такое желтое солнце. Белый снег блестел. Никогда не забуду эту картинку. Офигенный просто. Что, тебе еще положить? Нет. Не надо? Будешь есть уже колбасочки? Да. Буду, буду. Вместе с соусом, да? Ну ты там доедай, что у тебя осталось там? Да. Я теперь положу на табелочку. Окошку. Маленькую. Где это и дать? Так? Ну да, да. Учись, учись. Ну вот Димочке тоже, да? Потому что я добавил там не так много. И она же не жарилась, она запекалась. То есть, ну в принципе можно. Пусть там соус. Соус я тебе положу, наверное, на каждую. Ну вот доел. Ну а как ты особо не будешь. Ну вот доел. Да, да, да. Сейчас подождите. Накладываю, видишь. Стермогон доел. Это раз доел. Это любая раковина забьется. Это забьется все что угодно. Я всегда ребенку чудо и дать помощь тебе. А то я помню как в детстве сестра у меня ела на даче. Мы жили с бабулей, с дедолиной. Ела кашу трещинку. Она ее так по тарелке размазала. Потом так по серединке съела. А то, что по бокам было, размазано и осталось. Я помню как бабуля ругалась. Да что ж ты по тарелке размазала ее? Что ж ты все съесть и нормально не будешь? Я прям вот это запомнила на всю жизнь. Я думаю, нет. Думаю, я так есть не буду. Надо все доедать, все воскребывать, доедать. Все таки это еда, да? Правильно ли? Правильно. Ставьте лайки, лайки, лайки с вас. Наверное, этот ролик будет без особого такого монтажа. Ничего там наверно. А, Вилка я твою не отдала что ли? Нет. Еще она не дошла, дорогая. Дима, смотрите. Ой, что там капнуло. Вот такая вот вкусняшка получилась. Ух! У меня тоже сейчас будет вкусняшка. Вкусно что ли? А у меня стоит того? Жесткая? Нет? А если что-то резала, мне показалось, что она жесткая. И потом яблочко будешь тушить? Нет? Нет. Пусть остается. Пусть остается? Да. Сейчас я устала, прям не могу уже. Прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь целый день. Прыгаешь. С Димой? А, у тебя, кстати, вот. У тебя вишня на ужин. Вот. Димочка, насколько вы знаете, у нас кушают какая-нибудь еда и обязательно либо фрукты, либо ягодка. То есть это обязательно у нас. Вот. А, у нас с тобой еще ананасы. У нас с тобой ананасы же вот покупали такие. Еще покупали с тобой дня два назад, наверное. Надо их съесть сегодня. Но мы их попозже. Время 7.30. Чуть-чуть видать. Стол вот этот стал большой. И поэтому мы уже просто не помещаемся. Не знаю, либо мне, конечно, сесть туда на угол. Но я хочу сидеть на своем месте. И очень-очень сильно я устала, пока я стояла. Теперь вы видите весь наш стол полностью. Дима кушает как поросеночек маленький. Чуть тебя, кстати, плохо видно там. Ну и лохматая, конечно, немножко. Здесь у меня, кстати, сегодня коса заплетенная. Такая сложная. Я не люблю, когда у меня хвостик сзади лежит либо на спине, либо мне там что-то щекотит спину. Я это не люблю очень сильно. Вот. И поэтому он сложный там много-много-много раз. Тише. Какая вкусняшка. Какая вкусняшка. Какая вкусняшка. Огустик и помидорочка дали прям. Такое. Тебе понравилось? Да. Конечно, понравилось. И золотой тоже. Здесь у нас стоит квас. Это не пиво. Я не пью пиво. Поел. Ну, ешь, не мешай, может, теперь. Косточка только не забывай. Вот. Квас. Это у нас для хлеба квасного. Мы пили сегодня. В тарелочку клади хорошо, Дим? И тут еще два кваса. Это нам на окрошку. Собираюсь окрошку. Наверное, будем окрошку делать на следующей неделе. Через выходные. И огурец, и помидоров, и капусты. Такой помятый. Прям вообще обалденно. Я не думаю, что это настолько вкусно. Ммм. Вот как паску, видите? Угу. Ммм. Кстати, в качестве салфетки мы используем туалетную бумагу настолько тонкую. Видите? Там вообще она прозрачная почти. Не знаю, зачем свекровь ее покупает. Туалетная бумага настолько тонкая, что ее использовать как туалетную бумагу просто нереально. Ее вот просто вот обматываешь, вот так вот обматываешь, обматываешь, обматываешь. Складываешь там несколько раз и только потом можно ей воспользоваться по назначению. То есть, это очень неудобно. Мне кажется, это даже не экономно получается. Ммм. По вкусу бездумно вкусно. Не могу. Оставлю. Оставлю. Оставлю, но потом, наверное, себе хочу попробовать вот эти вот купаты. На вид они, кажется, жестковатые. Такие, кстати, поджаристые. Интересно, насколько же они вкусные. Дима, в тарелочку. В тарелочку. Выплевывай с косточки на эту тарелочку. Слышишь меня? Слышишь. Хорошо. Потому что я пробовала в гостях купаты самодельные и домашние. Они были обалденные. Попробуем вот эти. Давайте. Ммм. 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 Что-то, блин, как знаете, как вы будете кушать сладкий хлеб, то есть это будет вообще что-то непонятное. Сами по себе, кстати, они жесткие, ну да, немного острые. Ну, такие средние, честно. Бывает что-то вкусное реально. Купила бы я их второй раз точно нет. Кстати, я купила оболочку и в скором времени мы с вами будем такие готовить вместе, сами домашние. Очень давно хочу, очень долго искала эту оболочку. Моей мясорубке, наверное, уже лет семь-восемь, как я ее купила. То есть она мясорубка, там как высоковыжималка в какой-то степени, там какие-то ягодки можно, помидоры или ягоды, я сейчас не помню выжимать. Вот такие вот делать, купаты, что ли они называются. Да, и также можно крошить, чистить, то есть такое, сейчас секунду. Вернулась я к вам, обратно помыли руки у ребенка, ребенок хорошо покушал наконец-то, потому что несколько дней назад он кушал очень плохо. И мы с вами продолжаем. Кстати, это очень давно с вами уже не записывали букмаги, какие-то болтушки не записывали. За все это время я и уставала, и Дима у меня, кстати, привыкал спать в новой постельке. Уже не в своей детской кроватке, а уже в новой. Кстати, очень быстро привык. Он сначала у меня в обед несколько обедов поспал, потом одну ночь поспал. То есть я с ним полежала, посидела, он уснул. И все. И потом я говорю, ну типа ты будешь спать на своей детской? Нет, не буду, я буду на взрослой. И все. То есть проблем вообще у нас с этим не было. Не знаю, бывают ли проблемы такие. Я была маленькая, помню, мне тоже было сейчас Диме 4 года. Мне тоже было 4 года. А нет, стоп. Не 4 у меня было. Мне было лет 5 даже. Мы переехали с родителями в другую квартиру. Там была уже обычная кровать. Помню, мама меня положила. Все, говорит Наташа, теперь ты будешь спать здесь. Я говорю, мама, а вдруг я упаду? Мама говорит, ну ничего страшного. Встанешь, отряхнешь, сидишь обратно спать и все. Не помню, падла я или нет. Я помню, было очень страшно спать там одной. Была такая темная комната, без окон, без всего. Просто с злоненной такими двумя шкафами. Была как типа арка. То есть однокомнатная квартира и просто вот так вот два шкафа. И такой был темный угол, страшный такой угол. И помню, вообще было страшно засыпать первый раз. Но там в итоге я таки уснула. То есть мне было прям реально страшно засыпать каждую ночь. Я боялась там находиться. Но ничего, уснула. Ну что так, можно покушать. Ну, по крайней мере, здесь едобавок нету. Состав более, ну такой более-менее натуральный. Чем, допустим, купить сосиски. Ну сосиски там побольше будут. И здесь они, кстати, прям взбитые ощущения. Как будто брали прям фарш и просто вот так вот крутили. Вот прям вот, знаете, сжимали его. Вот такое ощущение. А, ну и вот мясорубка там. Хм-хм. То есть там мясорубка три в одном. Допустим, она крошит мелко. Как вот я сейчас огурец крошила. Не крошила, а тёркал. Вот точно так же тереть. А, ну да, 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 да. Тёрком. Купать вот эту вот. Высоковыжималка там какая-то непонятная. И сама мясорубка. То есть вот такая вот она. Естественно, там куча-куча всего причиндалов всяких. Но, честно говоря, как сама мясорубка, она не очень. Не знаю там, как другие мясорубки, честно. Но я помню, всё время какие-то плёночки там застревали в ней. И она просто не шла. В итоге всё это заново вытаскиваешь, всё это прочищиваешь, обратно вставляешь. И начинаешь делать всё заново. Вкусно. Вкусно, в принципе, ничего там. Домашние я пробовала, они прям были очень ароматные. Прям обалденные. Вкусно. Нормально так, можно привыкнуть. Если вот так вот с голодухи, то можно съесть, в принципе. А с голодухи всё съешь. Не знаю, может быть, их нужно было на сковородке пожарить всё-таки. Или на гриле, например. Хотя, не знаю, мне кажется, если у них вкус какой-то свой определённый, он останется. Мне кажется, он особо не поменяется. Но там, допустим, он пересолёный, то он останется пересолёным. Какая разница? На огне ты будешь это сделать на сковородке или в духовке. Мне кажется, без разницы. Кстати, у меня ещё была идея сделать на пароварке. Ну, я что-то подумала, наверное, так не делают. Кстати, пароварку мы ещё не пользовались. У новой моей мультиварки. Нет, всё-таки она пересолёная немножко, острая. Кстати, я слышала то, что если в мясо добавляют острое... А, нет, не так. Если в мясо добавить острое, то оно, допустим, где-то там в жару, если вы едете, пока на пикник добираетесь по пробкам часа три, то оно за это время не пропутано. Но я не люблю сам вот этот вкус острый, честно. Не моё это. Я больше люблю ощущать вкус мяса. Если это мясо, то вкус мяса. Именно вот ощущение вкуса. Вот это вот мне очень нравится. Кстати, если вы знаете рецепт таких купатов, которые можно дома сделать самим, пишите в комментариях рецепты. Мы с вами будем пробовать. Потому что у меня оболочка есть. Я вам говорила. Вот она. Кстати, пять метров. Пять метров, представляете? Пять. Не знаю, откроем её с вами, посмотрим, какая она внутри. Если у меня получится сделать, если она мне понравится, то я её возьму ещё. Я искала её, конечно, очень-очень долго. Всё тут написано. Пять метров кишки свины равно два с половиной фарша. То есть, если я буду делать килограммы, то получается я половину потрачу почти. Плюс-минус, так средняя. А то, может быть, она внутри вообще какая-нибудь там неизвестно, чего там внутри вообще может быть закрытая. Я пыталась купить через Авито, помню. Там пишут цену 100 рублей, а 50 рублей там чего-то и 100 рублей чего-то. Я пишу, а что такое 50? Ну, это вот такой-то размер. Я думаю, как раз там маленький размер мне как раз надо. О, говорю, я согласна, давайте. Где можно забирать? О, хорошо, там можно забирать там-то, там-то. С вас 250 рублей. Так, стоп, говорю, не поняла, вы же говорите 50. Ну да, она как бы стоит 50 рублей, но с вас будет 250 рублей. А почему? Ну, вот так вот-вот. И никто объяснить не мог. Другому пишешь, с вас 200 рублей. Как? Ну, у вас же 50 написано. Ну, так вот. Я вот так что-то подумала-подумала, да ну нафиг. А это случайно я по акции смотрела через приложение Сбермаркет. Там были акции и была вот эта оболочка. Я говорю, а-а-а, оболочка. А-а-а, да в магазине продается. Батюшке надо брать. Надо было больше брать. Всем спасибо, что вы меня посмотрели. Поставьте обязательно мне лайк, напишите комментарий. Наташенька, это круто, нам понравилось все супер. Понравился ли вам такого формата все-таки ролик. Или все-таки вам удобнее смотреть на стол конкретно, что я делаю. Или вам нравится смотреть на стол плюс ребенок. То есть, что делает ребенок. Как вам удобнее, как вам больше всего нравится. Мне кажется, такой формат довольно интересный. Но, конечно, у меня кухня, я знаю, что у меня на кухне огромнейший срачовник. Но там стоит все самое нужное. Я, наверное, мало что ставлю в шкафы. Не люблю их постоянно открывать. Я люблю, чтобы у меня было все перед глазами. Все нужно. Я пока не мере об этом помню. Например, лекарства там и все такое. Потому что у меня такая память, что я могу забыть. Сегодня я помню, завтра я могу уже вообще нахрен забыть и не вспомнить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписан, если досмотрели до конца. Если досмотрели, кстати, до конца, напишите в комментариях цифру восемь. Так я узнаю, кто меня досмотрел до конца. И в следующем таком же ролике, в самом начале ролика, ваш канал появится вот тут вот на картиночке. Давайте сделаем вот так. Напишите цифру восемь и ваш канал появится. Ваш комментарий или канал? Не знаю, подумаю я к тому времени, наверное, комментарий, да. Ваш комментарий, наверное, или канал. Напишите, что вам удобнее, канал или комментарий. И цифра восемь обязательно в комментариях. И всем пока-пока.